Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Сейчас в Перми 2 часа ночи, но, друзья, мне не спится. Решил зайти в интернет, почитать новости и наткнулся на интересную статью. Оказывается, Государственная Дума хочет внести изменения в федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Значит, эта новость есть на так называемом сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Сокращенно, сайт называется созд.дума.gov.ru. Две последние буквы поменять еще и будет в самый раз. Но это, как говорится, лирика. Ладно. Что предлагают сделать наши законодатели? Какие внести изменения? Ну, в принципе, там изменить некоторые названия, это, как бы, вам, я думаю, неинтересно будет. Самое главное, что хотят сделать думцы, это внести пункт в федеральный закон, в статью 19, как раз о том, что граждане обязаны будут эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий. То есть, на данный момент, статья 19, вот как раз этого федерального закона, называется «Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций». Что на данный момент мы обязаны делать, как граждане Российской Федерации? Мы обязаны соблюдать законы, естественно, соблюдать меры безопасности, изучать основные способы защиты населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, выполнять установленные в соответствии с законом правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. То есть, а нас на данный момент хотят заставить эвакуироваться самостоятельно, хочу обратить ваше внимание, из зоны, так скажем, чрезвычайной ситуации. Хочу обратить ваше внимание как раз на статью 18 данного закона. Называется «Права граждан РФ в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций». То есть, на что мы имеем право? Это важная статья. Граждане Российской Федерации имеют право на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В соответствии, так, быть информированными о риске, которым они могут быть, подвергнутся. То есть, нас обязаны оповестить заранее. Обращаться лично имеют право. А также направлять в государственные органы, ну и другие органы, коллективные и индивидуальные обращения по вопросам защиты населения. Участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Имеем право, не обязаны, но имеем право. Также мы имеем право на возмещение ущерба, причиненного нашему здоровью и имуществу, вследствие чрезвычайных ситуаций. На медицинское обслуживание, компенсации, социальные гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычайной ситуации. На получение компенсации и социальных гарантий за ущерб, причиненный нашему здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. На пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечием или заболеванием, полученным при ликвидации чрезвычайной ситуации. На пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, ну не дай бог конечно, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении ликвидации чрезвычайной ситуации. Также имеем право на получение бесплатной, хочу обратить ваше внимание, бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть понимаете друзья, нас хотят заставить в случае возникновения чрезвычайной ситуации бесплатно за свой счет эвакуироваться с территории, на которой вот эта вот чрезвычайная ситуация может образоваться. За свой счет друзья. То есть понимаете, в принципе, в принципе, вот это все зависит от государства. Государство должно, то есть в случае каких-то эксцессов, то есть так скажем, все автомобили наличные, я так понимаю, как должно быть. То есть так сказать, экспроприировать и уже на этих автомобилях вывозить население. А государство говорит, нет ребята, вы за свой счет, как говорится, эвакуируйтесь, это ваша обязанность, понимаете. Не, так сказать, право эвакуироваться, а обязанность. То есть государство, в принципе, сейчас только обязано нас предупреждать, понимаете, и все. То есть оно умывает руки, по сути. То есть сейчас как раз тоже некоторые блогеры уже говорят, что якобы там будут блокироваться ресурсы, в том числе интернет, сайты, которые распространяют недостоверную информацию вот об этих, ну, могущих возникнуть чрезвычайных ситуаций. Но я хочу вам помнить, ребята, что еще с 29 марта 2019 года уже существует закон, согласно которому идет наказание за распространение в средствах массовой информации или в интернете заведомо недостоверной общественно значенной информации. То есть штраф для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. Все ссылочки вот на эти законы там, так скажем, все выложу. Можете сами убедиться. Друзья, вот это, понимаете, все материальный мир. Я недавно записал видео, как раз говорил о том, что мир состоит из трех частей. То есть материальный мир, самый низший, мир людей и общества, да, и духовный мир. Вот давайте с точки зрения духовного мира посудим вот об этом законе. Что получается? Многие православные пророки, в том числе отрок Вячеслав, предсказывали, что в России возникнут как раз вот эти чрезвычайные ситуации. Будут землетрясения. Он предсказывал, что Сочи там взорвется, понимаете, Черное море будет гореть. Это все предсказано было, понимаете? То есть дороги будут рушиться вот за счет вот этих землетрясений. Там будут провалы какие-то, люди будут проваливаться. Это все предсказано было, понимаете? То есть вот эти вот наши правители, они масоны все, понимаете? Они знают эти предсказания, пророчества. Они как бы, как сказать, готовятся вот к этим чрезвычайным ситуациям. То есть они говорят, что ребята, все за вас счет, понимаете? Эвакуируйтесь, как говорится, сами как хотите. Есть предсказания о том, что Китай нападет на Россию. То есть двинет свою 200-миллионную армию. Понимаете, у нас столько населения нет в России, сколько у них армии есть. Как бороться с ними, я пока не понимаю вообще, в принципе. То есть это все предсказано. И вот правительство, как вы понимаете, оно, так скажем, ну говорит нам в очередной раз, это посыл идет, что ребята, нам на вас наплевать абсолютно. Как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Вот что я хотел сказать вам сегодня. Друзья, пишите ваши комментарии, мне интересно ваше мнение, как считаете вы. Может быть вы что-то интересное найдете в интернете, какую-то информацию предоставите. Я, конечно же, выложу, дополню этот ролик, если, как говорится, будет информация. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, или дизлайки, если нет, вы не согласны. Но, пожалуйста, напишите, с чем вы не согласны. До свидания, с вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Субтитры сделал DimaTorzok